Представитель следственного комитета общаться на камеру не пожелал, но сказал, что разыскные мероприятия проходят на всей территории Новоалтайска, активно помогают волонтеры, о новых подробностях не сообщается. 8 января. Оксана и Дмитрий в последний раз выходят на связь в обед, уходя к соседу Владимиру. Вот видео того дня. Парень и девушка там подрабатывали, помогали ему с обработкой зимней ягоды. Мужчина был фермером. Это его задержали несколько дней назад в подозрении на убийство, после чего он покончил с собой в туалете участка. Это дом того самого мужчины, которого сейчас подозревают в убийстве Оксаны и Дмитрия. Правда, родные и Оксаны, и Дмитрия не верят в его причастность. Говорят, мужчина был ранимый, несмотря на свой возраст, почти 50 лет, мог спокойно расплакаться и не мог совершить такое тяжелое преступление. Сейчас вокруг здесь все перерыто, видно, что искали тела убитых ребят. Искали в окрестностях, в проруби следов нет. Семья Оксаны считает, что к самоубийству мужчину подтолкнуло давление правоохранителей. Уже после его смерти родные узнали, что ночь предпропажи подростки провели как раз у Владимира и вполне подружески. Переписка у них была седьмого вечера с моей внучкой. И он там что-то по переписке добавлял. То есть они нормально сидели, но пьяные были. И Оксана не такая, как Дима, прям по голосу слышу, что он сильно пьяный был. Но ему немного надо, он очень худенький, он слабенький, у него порог сердца. Я не знала до этого, что у нас с ним пьет с Вовой. Оксана – средняя дочь. У Ларисы шестеро детей. Говорит, до этого дочь никогда не убегала и не пряталась. Проблем с ней особых не было. Если в школе училась не так прилежно, то в профлицее стала старательной. Четверки, пятерки. Второй год учится на продавца. Веселая, никогда с ней не скучно. Гуляем часто вместе. А мы с ней? Ну, потому что у нее сейчас подруг не очень-то много. За Диму защититься могу. Да? То есть не Дима за нее, а она за Диму. Она всегда за него защищается. Оксана и Дима дружат с самого детства. В последние годы они еще и соседи. Поэтому эта тропинка между двумя квартирами всегда прочищена. Так ребята ходят друг к другу в гости. Вместе пропадали сутками за играми. И даже Новый год Дима встречал семью и Оксану. Себя дома его всегда ждали бабушки, родная и двоюродная. Говорят, внук был единственной опорой. Дима, поднеси. Дима, дров принеси. И Дима крылечко почистил, но делал ребенок. Не сопротивлялся? Ну, может, когда сопротивляется, как все дети. Ну, чтобы сказать, что вот такой огрызался или что-нибудь, я не могу сказать. А родители Димы, они сюда тоже приезжают каждый день, наверное, нет? Они живут в Белоярске с семьей. Они что, будут к нам ездить? Они работают, ребенок у них. Они к нам не ездят так часто. Но хулиганом он не был, подчеркивают обе семьи. Родные Оксаны сейчас ежедневно смотрят новости в надежде услышать о дочери. Ежедневно с ними принимают следователей. Сейчас, по словам Ларисы, в ходу версия, что Владимир пытался изнасиловать Оксану, что это и стало поводом для конфликта. Семья, которая в полном составе годами работала у мужчины, в это не верит. Я же тоже у него работала, все. Нормальный, обычный человек. И Жанну тоже вчера к гинекологу возили. Все хорошо. По словам родных, большинство уже похоронило их детей. Но они в их смерть не верят. Общаются с волонтерами, сотрудничают с полицией, принимают журналистов. Говорят, все как есть. И ждут, когда пропавшие вернутся домой. Уж будем ждать с месяц. Думаю, все равно явится. Если же месяц не будет, но потом будем задумываться. Я жду вечерами. Потому что днем они, скорее всего, в курсе, что они в розыске. А вечером их могут не опознать. По темноте я их жду. Где-то, я так думаю, они у Димина знакомы. Анастасия Дрога, Николай Шелко. День с толком. Спасибо.